Здравствуйте! Это программа Вести интервью. И сегодня наш собеседник, главный гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Чувашии, доктор медицинских наук Лариса Тарасова. Лариса Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! Лариса Владимировна, сегодня очень много говорят о здоровом питании. И оно понятно, хорошее пищеварение – это залог хорошего иммунитета. Но современному человеку, питающемуся продуктами питания, напичканными всевозможными добавками, плюс стрессы, плюс ритм жизни, скажите, возможно ли в таких условиях сохранить здоровыми органы пищеварения? Конечно, люди со здоровым пищеварением, они разительно отличаются от остальных. Это и свежее дыхание, это и прекрасные волосы, здоровые ногти. И вообще, как правило, это люди достаточно успешные. И, наверное, ответить на ваш вопрос я смогу, приведя несколько примеров. Вот в силу своей большой преподавательской нагрузки я вынуждена работать с молодым контингентом. Это студенты старших курсов, доктора-ординаторы, интерны, аспиранты. И я последние годы стала ловить себя на мысли, на очень приятной, позитивной мысли, что это молодое поколение ведет себя несколько по-другому. А для них здоровое питание, здоровый образ жизни на сегодняшний день – это не пустые слова. Очень многие моменты они почерпнули, читая современную литературу, занимаясь в интернете, именно о методиках правильного, хорошего, сбалансированного, здорового питания. Многие основные принципы, в первую очередь, это сбалансированность, правильное соотношение белков, жиров, углеводов, минерального, витаминного состава. Они очень четко соблюдают в своем рационе. Их день обязательно начинается с полноценного, сбалансированного и в то же время очень вкусного, полезного завтрака. У них в обязательном порядке есть полноценный обед, во время которого они потребляют и первое, и второе, и третье. И в рационе обязательно присутствует большое количество овощей. И вечерний прием пищи у таких людей, как правило, не позже 18 часов вечера. Своё утро они начинают либо с пробежки, либо с элементов физкультуры, а вечером заканчивают в спортивных секциях. Обратите внимание на нашу набережную, посмотрите на территорию залива. Большое количество молодых людей не просто гуляют семьями, а занимаются активными видами спорта – велосипед, бег и так далее. Многие спортивные сооружения, Чебоксар, районов республики, также заполнены молодыми людьми. Во-первых, это прекрасный пример для своих детей, подают эти молодые люди. А во-вторых, они действительно прекрасно выглядят. Нужно отметить, что это поколение практически не курит и очень мало злоупотребляет или вообще понятие употребления алкоголя. То есть для них это уже не свойственно. И мне всегда очень приятно общаться с такими молодыми людьми. И другой пример. Когда идёт пара уже людей в возрасте, сами имеют избыточную массу тела и рядом ведут за руку своего внука или внучку уже с избыточной массой тела. Безусловно, любой бабушке хочется накормить своё чадо, особенно внука, безусловно, повкуснее, каша пожирнее. Если масло, то это действительно масло. Если это суп, то чтобы ложка стояла. И, естественно, хочется купить и несколько порций мороженого, и пачку чипсов. То, что попросила чада. К сожалению, это всё очень далеко от правил здорового питания. Вот почему у таких ребятишек очень рано начинаются проблемы с желудочно-кишечным трактом, которые они переносят в дальнейшем и во взрослую жизнь. Это и желчнокаменная болезнь очень ранняя, и развитие воспалений желчного пузыря поджелудочной железы. И сейчас очень такое популярное состояние, как жировой гепатоз, то есть истинное ожирение печени. Вот эти заболевания, они формируются крайне рано, в молодом возрасте. Естественно, стереотип питания у бабушки переносится в дальнейшем и во взрослую жизнь. Скажите, а вот правильное сбалансированное питание с набором продуктов, которые сегодня есть на наших прилавках, его вообще возможно достичь? Потому что сегодня пищевая промышленность работает по своим законам. Вот на что нужно обращать внимание, приобретая продукты питания в наших магазинах? Начнем с того, что если колораж человека в начале прошлого века составлял 3,5 тысячи килокалорий, то современный человек, зачастую пользующийся личным или общественным транспортом, меньше двигающийся, меньше тратящий энергию, он, естественно, должен и потреблять меньшее количество килокалорий. Поэтому рацион с 3,5 тысяч сейчас уже спустился до 2-2,5 тысяч килокалорий в сутки. Это я называю рацион мужчин. Поэтому, безусловно, придя в супермаркет и покупая огромное количество продуктов целыми корзинами, естественно, это не просто вред для семейного бюджета, это еще и заведомо часть продуктов окажется в мусорной корзине. Потому что такое количество калорий человеку не нужно. То есть первое правило сбалансированного питания – это соблюдение колоража. Второе правило – это, безусловно, нужно отдавать предпочтение тем продуктам белкового, жирового состава, которые обладают позитивным эффектом на органы желудочно-кишечного тракта. Что это такое? Безусловно, это молочно-кислые продукты. Очень важно, чтобы это были свежие молочно-кислые продукты. Поэтому нашему населению нужно приучить себя обращать внимание на срок годности продукта. В европейских странах, если до окончания срока годности остается 1-2 дня, то продукт, безусловно, уценивается. Причем уценка составляет более 50% от первоначальной стоимости товара. Поэтому на прилавках магазинов-супермаркетов не залеживается продукция. У нас это еще можно в Российской Федерации увидеть. Поэтому населению нужно быть очень внимательным. Очень важным здесь является сокращение сроков от выпуска продуктов до поступления его на прилавок. Вот в плане молочно-кислых продуктов это, безусловно, вообще крайне важно. Поэтому предпочтение нашим товаропроизводителям, которые последние годы научились производить высоковкусные, высококлассные молочно-кислые и молочные продукты. Поэтому советую нашему населению обратить внимание на молочные продукты наших товаропроизводителей. Безусловно, нужно отдавать предпочтение мясным и рыбным продуктам. Белок, содержащийся в мясе и в рыбе, обладает огромным количеством полезных микроэлементов, белков, жиров, требующихся нашему организму. Хлебобулочные изделия. В Чувашской Республике настолько интересны сейчас и полезные хлебобулочные изделия, которые включают в себя и семена подорожника, и осладованное зерно. Приведу пример. Свой любимый хлеб, который я употребляю на завтрак и на обед. Это хлеб-пучах, который содержит осладованное зерно и определенные микроэлементы. Действительно, обладает незабываемым вкусом и очень полезен для моторики желудочно-кишечного тракта. Очень много, не так давно говорили о вреде пальмам масла, сухое молоко, которое используют те же самые молочные производители, и различные добавки, которые удлиняют срок хранения, срок годности продукта. Они же тоже отражаются наверняка на органах пищеварения. Действительно, органические продукты, которые производятся без обработки пестицидами, гербицидами, различными стимуляторами роста, они на сегодняшний день являются альтернативой и поддержанием элементов правильного и здорового питания. На мой взгляд, в Чувашской республике очень строго отслеживается количество всех этих добавок и количество потреблений населением подобных веществ. Поэтому, если честно, я бы не уделяла столь большого внимания данной проблеме на сегодняшний день. Во-первых, даже из ГМО есть 15-17 видов ГМО, которые разрешимы, и которые на сегодняшний день доказаны их абсолютной безвредность для организма человека. На сегодняшний день нет большой разницы, по крайней мере, в Российской Федерации, в Чувашской республике, большой разницы в ценовой политике органического продукта и продукта, который содержит то же самое пальмовое масло. Кроме того, пальмовое масло в небольших концентрациях абсолютно безвредно для организма человека. Поэтому нужно выбирать все-таки, еще раз подчеркиваю, те молочнокислые продукты, у которых срок хранения небольшой. Это уже заведомо говорит о том, что продукт органический и не содержит большого количества стабилизаторов и консервантов. Скажите, вот риск возникновения заболеваний пищеварительной системы. Есть ли какие-то факторы, которые на это влияют, и можно ли говорить о какой-то предрасположенности? Основная масса заболеваний желудочно-кишечного тракта, с которыми нам приходится как специалистам работать на территории республики, это заболевания приобретенные. И вот правильно вы подчеркнули, какие факторы риска. На сегодняшний день основными факторами риска все-таки являются, помимо неправильного питания, которым мы уже уделили внимание, гиподинамия и употребление определенных вредных веществ. В первую очередь, это, естественно, алкоголь. Алкоголь, ассоциированные заболевания во всей Российской Федерации, они последние годы растут. И на это нам нужно обратить внимание. Безусловно, это курение. Вот сейчас активная пропаганда, федеральный закон, запрещающий курение в общественных местах, он значительно помогает. Количество курящего населения снижается. Следовательно, мы ожидаем и снижение возникновения, первичного возникновения заболеваний органов пищеварения, особенно желудка и кишечника. Безусловно, есть и такие специфические факторы риска, как, например, вирусы. Вирусные гепатиты В и С. Это тот бич, который несколько лет назад появился на территории Российской Федерации, как снежный ком. Количество молодых людей, зараженных вирусами гепатита В, стало прогрессировать. Вирус гепатита В и С не только поражает органы желудочно-кишечного тракта, в том числе и почки страдают, и сердечно-сосудистая система, и иммунная система. Поэтому, безусловно, на эти моменты нужно обращать внимание и говорить об этом нашему населению. Существует еще одна проблема – пилорический хеликобактер. Микроб, о котором начали говорить еще с конца прошлого века. Австралийский ученый барри-маршал Роберт Ворон получили Нобелевскую премию за разработку этого микроба. К сожалению, он есть и у населения Чувашия. Передается он контактным путем при использовании грязной посуды от зараженного человека, при попадании зубного налета и слюны от больного человека, и приводит к развитию серьезных изменений со стороны желудка, кишечника, в том числе и перерождение в злокачественное образование органов пищеварения. При возникновении подобного заболевания ни в коем случае не нужно заниматься самолечением. Вы возглавляете гастроэнтерологический центр. Он появился в республике несколько лет назад. В то же время являетесь заведующей гастроэнтерологическим отделением, в состав которого входит этот центр. Какие методики диагностики и лечения использует Ваш коллектив? Идея создания центра родилась в 2006 году. И позже это действительно воплотилось в создании на функциональной основе очень интересного симбиоза эндоскопистов, гастроэнтерологов и хирургов, что и позволяет нам на сегодняшний день двигаться в правильном направлении и внедрять все новые и новые методики диагностики и самое главное лечение. Коллективом я своим очень горжусь. У меня действительно сплоченные специалисты-гастроэнтерологи, замечательные, очень прогрессивные, многоумеющие хирурги и у нас прекрасные эндоскописты в республиканской больнице. Что нового в последние годы мы внедрили? Во-первых, у нас практически единственное отделение в центре, которое обладает методикой суточной пашметрии. Мониторинг кислотности желудочно-кишечного тракта на современной основе, с современным оборудованием позволяет очень быстро выявлять заболевания верхних отделов желудочно-кишечного тракта, гастроэзофагиальную рефлюксную болезнь, язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, с прогностической точки зрения показать, что будет, как нужно правильно лечить этого пациента, нужна ли ему операция, например, на уровне пищевода, или нужна ли ему операция на желудке. Это с опережением, то есть? С опережением, да. Методика очень современная, она входит на сегодняшний день в табель оснащенности гастроэнкологических центров, поэтому мы гордимся данной методикой, и она действительно очень активно и популярно у нас используется. Кроме того, в 2015 году мы получили лицензию на проведение высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с серьезнейшими заболеваниями кишечника, это болезни крона и язвенным колитом. До этого этих пациентов нам приходилось направлять в Москву, в Нижний Новгород, в Казань, пользуясь услугами специалистов в регионах и в центре. На сегодняшний день мы не просто умеем сами справляться с этими грозными заболеваниями, но мы еще и отладили методику биологической терапии, генноинженерной терапии специфическими препаратами, которые позволяют экупировать заболевание и длительно поддерживать ремиссию данного заболевания. Пациент, находясь в своей собственной республике, за счет средств ОМС, то есть бесплатно для пациента, получает дорогостоящие лекарственные препараты. Кроме того, параллельно с центром у нас функционирует и открыт в республиканской больнице кабинет антицитокиновой терапии, в которой помимо гастронологических больных, поддерживающие терапию, получают и ревматологические пациенты, и дерматологические пациенты, и гематологические пациенты, которые также проходят высокотехнологичную медицинскую помощь биологическими препаратами на базе республиканской больницы. Вы доктор медицинских наук, являетесь членом российской гастроассоциации, то есть руководителем Чувашского научного медицинского общества терапевтов. Большое количество ваших статей выходит в различных специализированных российских журналах федеральных, возглавляете кафедру в Чувашском госуниверситете и в то же время являетесь практикующим врачом. Такое совмещение работы исследователя, ученого, практикующего врача, насколько оно для вас важно и, наверное, для каких-то наблюдений, которые помогают в развитии гастронентрологии как науки? Есть такое? Вы знаете, медицина – это одна из тех специальностей, где нельзя один раз и на всю жизнь выучиться. Такого нет. Во-первых, мы учимся значительно дольше, чем специалисты других отраслей. Во-вторых, у нас идет постоянное непрерывное образование. Сейчас нет информационного голода. Пожалуйста, огромное количество интернет-ресурсов, специализированных структур, которые расскажут, покажут, прочитают лекции на ту или иную тему. Но ведь для того, чтобы выбрать для нашего доктора нужные лекции, действительно качественно читаемые лекции, нужен координатор. Вот в гастронентрологии я очень горда, что на сегодняшний день у меня есть возможность быть таким координатором на территории Чувашской республики. Так как наше профессиональное сообщество гастронентрологов богато умными, талантливыми, действительно специалистами, врачами, которые непосредственно каждый день стоят у постели больного, и в то же время научными работниками, которые тут же могут отследить, какой метод лечения, какой препарат этому пациенту больше будет подходить. Мы с моим коллективом активно публикуемся, вы это правильно заметили, это позволяет обмениваться опытом. Мы отправляем статьи, касаемо нашего материала, наших наблюдений, в ведущие журналы Российской Федерации и даже за пределы Российской Федерации, и получаем очень неплохие отклики. В 2015 году к нам приезжала Гастронентрологическая ассоциация во главе с главным гастронентрологом Российской Федерации Владимиром Трофимовичем Ивашкиным, которые провели так называемый мини-аудит. Они посмотрели, насколько мы правильно работаем, и, в общем-то, были приятно удивлены. Кроме того, несколько раз в прошлом году нас посетил специалист, руководитель отдела заболеваний кишечника Московского научно-исследовательского института коллапрактологии Игорь Львович Халиф. Именно с его подачи мы внедрили высокотехнологичную медицинскую помощь в гастронентрологии в Чувашской Республике, и он нас курирует и во многом нам помогает, консультирует самых тяжелых пациентов и даже маршрутизирует их к себе. Благодаря вот такой совместной работе с центром мы создали неплохой задел маршрутизации гастронентрологических больных на территории Чувашской Республики, чем, в принципе, и гордимся. Кроме того, все, что мы видим, то, что мы можем приложить в помощь нашему пациенту, мы публикуем и в виде учебных работ, учебных пособий. И хочу сказать, что два наших последних учебных пособия заняли призовые места на международных конкурсах в очень неплохой рейтинг этих учебных пособий с позиции «Лучшая учебная книга России». Поэтому, в принципе, да, нам есть чем гордиться. Я знаю, что вы в этом году, ваша работа была отмечена почетной грамотой Российской Федерации, поэтому желаю вам дальнейших успехов и спасибо, что пришли к нам на интервью. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин